Еще раз приветствую всех, кто присоединился к нам на данный момент, всех, кто присоединится к нам чуть позже или будет смотреть нас в записи. Сегодня у нас с вами завершающий вебинар нашего большого годичного цикла или годового цикла, как правильно сказать, вебинаров таких библиографических сред. Привет! Ну вот завершаем наш сезон и начинали мы его с обзора ГОСТов, сравнения ГОСТ 2018, ГОСТ 2003. И вот завершаем мы наш цикл вебинаров этого года тоже возвращением к ГОСТам. ГОСТы для небиблиографов, как не запутаться и применять нужное. Обо всех ГОСТах мы говорить не будем, у нас был прям отдельный вебинар в январе, он прошел, мы сегодня просто в начале встречи кратко про них вспомним. Все записи вебинаров я вам тоже покажу в процессе нашей сегодняшней встречи, где можно что найти и где можно посмотреть. Вот прям записи всех вебинаров я вам собрала в отдельный плейлист, чтобы не искать по каналу, а вы могли к нужному вебинару, к нужной теме всегда вернуться и пересмотреть. И сегодня у нас небольшая тема, это скорее такая подсказка и такой небольшой навигатор для новичков, для небиблиографов, что где находится, как этим богатством пользоваться. Поэтому очень глубоко, в глубины и недр ГОСТов мы сегодня с вами погружаться не будем, но насколько это будет возможно. Отвечаю на вопрос Ольги Кулыгиной, можно ли где-то скачать презентацию. Презентация будет в доступе, тоже я вам покажу, она уже выложена, и я вам покажу в ходе нашей встречи и где это находится, и дам ссылку, и в нашей группе «Библиография для небиблиографов» ВКонтакте я тоже размещу туда ссылку. Сейчас попробую посмотреть, есть ли у меня здесь ссылка на группу. Ладно, чуть попозже я вам найду эту ссылку, размещу в чат, в группе ВКонтакте, и отдельную ссылку в чат тоже размещу, где можно будет презентацию посмотреть. И плюс еще у нас сегодня один файлик тоже будет для скачивания. И в группу я его тоже положу, так что не переживайте, без материалов мы вас не оставим. Ну и записи вебинара тоже к тому же останутся у нас. Ну и переходя к нашей сегодняшней теме, сразу говорю, небольшое у нас такое обзорное путешествие по ГОСТам, ну потому что вот даже буквально на днях позавчера столкнулась с тем, что научные руководители, обращаясь к каким-то вопросам, вот сейчас идет пора оформления работ, защиты, дипломных и ВКР, сами не всегда ориентируются в ГОСТах и не могут подсказать своим подопечным, где посмотреть, что посмотреть. Очень часто все заканчивается тем, что просто отсылают, ой, я не знаю, иди смотри в ГОСТе. В каком ГОСТе? В библиографическом. В каком? Их же много. Куда смотреть? Как смотреть? А там как найти? Открывается ГОСТ. Ой-ой-ой, да? А я не знаю, как искать. Поэтому сегодня просто несколько таких подсказок для применения, чтобы не бояться. Наша основная задача – просто не бояться ГОСТов. Ни научным руководителям, ни тем более студентам и магистрантам. На самом деле это очень не страшно. И знать-то всего нужно три вещи, да, когда мы для правильного оформления списков источников и ссылок. Что мы ищем? И где мы ищем? Вот два основных вопроса, которые нам необходимо знать. Если мы не знаем ни того, ни другого, как говорил Луций Сынек, и ни один ГОСТ нам будет не в помощь, а только в потерю времени, нервов и сил. Поэтому у нас первый такой вводный момент. Ну, первое, с чего начинается, когда мы обращаемся с вопросами, как правильно оформить, это методические рекомендации. И вот у нас был в январе вебинар, где мы подробно разбирали по всем ГОСТам именно для составления методических рекомендаций, что может пригодиться разработчикам, когда вы составляете или актуализируете. Поэтому там мы более подробно говорили. И сегодня я вам покажу, где эту запись можно будет найти и посмотреть, ну, может быть, какие-то ответы на вопросы для себя там тоже найдете. И обычно, ну, то, что на руках у студента бывает, а иногда не бывает, к сожалению, методические рекомендации, как писать, как оформлять ВКР, дипломную работу, курсовой проект и прочее, прочее, прочее. И, как правило, нашу оформительскую часть, мы не берем сейчас содержательные аспекты или по структуре работы. Это немножко не наша епархия, не сегодня. Это оформление библиографии и оформление текстов. Вот две вещи, с которыми мы чаще всего сталкиваемся и где чаще всего применяются те или иные ГОСТы. И библиография – это два момента. Это оформление списка источников и оформление ссылок. Но по оформлению текстов и дополнительных каких-то вещей тоже есть свои ГОСТы, есть свои правила и рекомендации. Ну, дополнительные я немножко так условно назвала, там какие-то иллюстрации, таблицы, формулы, чертежи, исходя из того, из текстовой составляющей выпускной, квалификационной работы или дипломного проекта. Хотя в зависимости от специфики направления подготовки весь курсовой проект или дипломный проект может состоять только из чертежей, как у технических специальностей, каких-то там пояснительных записок. То есть текста там меньше, там будет больше значимы вот эти ГОСТы для нас дополнительной части. Но все равно идут же какие-то в тех же пояснительных записках библиографические элементы будут в виде ссылок или списков источников, они тоже будут присутствовать. Поэтому вот эта вот часть, она такая более универсальная. Вот про нее мы сегодня вам и поговорим. И вот здесь я вам такой небольшой ГОСТ-меню. В презентации оно будет тоже. И в январе мы очень подробно, прямо вот по всем этим ГОСТам проходили и разбирали. Что может пригодиться? Конечно, это не исчерпывающий список, но примерный, что может пригодиться, на основе чего разрабатывать методические рекомендации. То есть даже каким шерифтом, с каким отступом мы набираем нашу работу или каким шерифтом, у какого кегля мы оформляем подстрочные ссылки или примечания, это тоже не с потолка берется. Это не просто так мы взяли и подумали. А, давайте девятый. А, нет, ну давайте десятый. Это тоже прописано, основано на ГОСТах. Мы можем от них отступать, но придерживаемся вот тех положений, которые есть. И вот во всех этих ГОСТах они не целиком и полностью посвящены вопросам оформления, но там есть элементы, которые нам могут пригодиться. Что из этих ГОСТов мы можем взять для составления своих методических рекомендаций? Или понять, на основе чего те или иные положения методички были разработаны. И мы подробно в вебинаре это разбираем. Ну, такой перечень здесь есть, можно посмотреть. Но сегодня мы остановимся с вами вот на этой части. Список источников и ссылок. На что, прежде чем хвататься за какой-то ГОСТ спасительный, когда нас посылают посмотреть ответ на вопросы в библиографическом ГОСТе, важно еще иметь в виду, что часть ГОСТов у нас выходит из употребления. Ну, как перестает действовать. У каждого ГОСТа есть свой статус. Есть статус действующий, есть статус проекта, есть статус прекратил действие без замены, есть статус прекратил действие замены в качестве национального стандарта, в качестве вообще прекратил действие полностью. И вот эти моменты тоже нужно учитывать. Они могут меняться. На это тоже стоит обращать внимание. Вот, например, ГОСТ 7.82.2001, касающийся электронных ресурсов, он уже отменен. Есть проект оформления ссылок на электронные документы, проект ГОСТа, который еще не вступил в действие, но которым мы можем пользоваться. Проект не означает, что он еще не работает. Он выложен уже для информационного ознакомления. Какие-то элементы мы оттуда можем брать. Единственное, что мы не можем ссылаться на проект этого ГОСТа. Но используя для себя, чтобы прояснить какой-то вопрос, мы можем к нему обращаться. Ссылаться на него пока еще нельзя. И вот у нас вот этот ГОСТ, на который мы благополучно ссылались, и на который ссылается, например, ГОСТ по оформлению ссылок, то, что касается электронных ресурсов, он уже прекратил свое действие в качестве национального стандарта. И не работает. Соответственно, нам нужно использовать какие-то другие ГОСТы. Это нужно тоже иметь в виду, что он сейчас у нас уже не действует. Второй момент, на который, работая с ГОСТами, следует обращать внимание. Вот это буковка Р. Статус ГОСТа может быть межгосударственный или национальный. Национальный стандарт означает, что этот ГОСТ действует на территории Российской Федерации, для библиографирующих организаций, для учебных организаций, научно-исследовательских и прочих, на территории Российской Федерации. То есть, если наша учебная организация находится в стране наших ближайших соседей, мы пользуемся не вот этим новым ГОСТом, это только для Российской Федерации, а остается у нас наш старый межгосударственный стандарт 7.1.2003. Библиографическая запись, библиографическое описание. Здесь важно еще понимать, о каком стандарте идет речь. Вот они два, они действующие, они параллельно действуют, но на территории Российской Федерации действие вот этого стандарта у нас прекращено в качестве национального. Вместо него у нас теперь ГОСТ-2018. Поэтому это тоже важно учитывать, когда мы обращаемся к ГОСТу, чтобы схватить тот, который нужен, а не тот, который уже не действует. Отличие межгосударственного от национального стандарта очень простое, название ГОСТа. Вот в этой аббревиатуре видите буковка R. Если R видите, значит это национальный стандарт. Если буковки R нет, это межгосударственное. И я вам сейчас покажу, где все вот эти ГОСТы можно будет найти. Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Вы мне напишите, пожалуйста, в чат, видно ли, вот такое название ГОСТа-тепа. Видно ли на экране? Видно. Ага, отлично. Вот я постаралась вам собрать для деяния библиографов разные полезные материалы. Многим уже знакомая вещь, кто-то уже туда заходил, смотрел и пользовался. Опять же говорю, это не для специалистов, это для небиблиографов, которым вот срочно надо быстро найти ГОСТ. Есть разные сервисы и ресурсы. Ну и когда вы ищете по разным сервисам и ресурсам, тоже не забывайте обращать внимание, какой ГОСТ вы сейчас смотрите. А тот ли это действующий, туда ли мы обращаемся. И вот здесь я их вам сгруппировала. Здесь есть немножко по международным стилям оформления. ГОСТы разные. И вот самые главные наши библиографические ГОСТы. Вот здесь можно перейти по ссылочке. Вот они собраны. И я вам здесь уже старалась списать национальный стандарт или межгосударственный, вынести. И если он отменен, то тоже красным вы можете увидеть вот такие примечания. В качестве национального стандарта прекращено, значит, мы пользуемся ГОСТом 2018. Ну и отсюда вы можете перейти на нужный стандарт, открыть его прямо здесь в соседней вкладочке. Он открывается, и можно будет его смотреть спокойно. Вот проект, библиографическая ссылка на электронные документы. Вот он носит информационный характер. Проект тоже отсюда можно открыть, и он тоже в новой вкладочке откроется. То есть у вас эта страничка никуда не исчезнет. Ну и если он действует, вот ничего такого особого здесь нет. Местами я, правда, не дописана у меня национальная или межгосударственная, но это я брала с титульных листов. Если где-то пропустила, вы мне тоже, пожалуйста, в личные сообщения ВКонтакте просигнальте, поправим. И сюда же я добавила еще российские правила каталогизации. Тоже полезная очень штука. Особенно если вторая часть, старопечатные издания книги прошут, ну про них мы чуть-чуть поговорим. Просто обратите внимание, я вам такую разделы тоже здесь сразу отметила, чтобы вам было понятно, какую часть открывать в зависимости от того, что мы ищем. И более подробно у нас был прямо отдельный вебинар по структуре российских правил каталогизации, где что находится, на какие вопросы. Там уже более подробно эту структуру разбирали, тоже можно будет потом посмотреть в вебинаре. Ну и вот такие подсказки здесь есть, тоже они открываются. Ну и остальные ГОСТы, которые могут понадобиться. Вот то, что мы говорили, да, в большой другой части, вот этот список, меню ГОСТов. О научно-исследовательской работе, сокращении слов, сокращении слов в словосочетании, там, на русском, на иностранном языке, диссертации, авторефераты и прочее. Вот обратите внимание, рефераты и аннотация, применение в качестве национального стандарта прекращено с 1 января 2022 года. Без замены. То есть смотрите, если вы составляете или будете составлять методические, актуализировать свои методические рекомендации студентам и ссылаетесь на ГОСТ, рефераты и аннотации или какие-то положения брали оттуда, ну вот имейте в виду, что его действие уже прекращено. То есть нам надо будет смотреть что-то другое. Да, вот опять прекращено в качестве национального стандарта. Прекращено в качестве национального стандарта, это не значит, что он не действует. Он действует, но в странах СНГ, на территории России он не действует. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Ну и вот остальные действующие стандарты, вот они здесь есть. Постаралась я вам здесь собрать по ЕСКД очень много ГОСТов. Но опять же, это не все будет еще пополняться. По издательской деятельности у нас новые ГОСТы появились, сюда тоже дополню. Ну вот по техническим было много вопросов, поэтому я их вам вот сюда постаралась по максимуму собрать. Все, что касается надписей, чертежей, заголовков технических, технических специальностей, требования к текстовым документам, вот это тоже все может быть использовано при составлении методических рекомендаций. Поэтому смотрите, будет пополняться и в нашей группе ВКонтакте «Библиография для не библиографов». Я постараюсь вас информировать, как только будут появляться какие-то новости. Ну и коллеги, сами тоже, пожалуйста, жду от вас ответной реакции. Если поменялся какой-то статус, просто не всегда оперативно успеваешь каждый день это просматривать, не все оперативно успеваешь заметить, пожалуйста, сообщайте мне. Я тогда внесу правки, чтобы не вводить в заблуждение коллег. Межгосударственные, а вот смотрите, если у нас вот так написано, а, на межгосударственный стандарт только страны СНГ, если написано вот так, то мы можем им пользоваться. Если написано, видите, никаких дополнений нет. Ну вот он один существует, вот он у нас в 2006 году был принят, и никаких других стандартов взамен не вводилось, национального не вводилось. Но вот в этом случае, видите, у нас есть пометочка, в качестве национального стандарта прекращено, вот если эта пометочка есть, и в статусе самого документа там тоже пишется, если прекращено действие в качестве национального стандарта, то вот этот межгосударственное действие только в странах СНГ. Видите, текстовые документы. И вот он, текстовые документы. В 2019 году принят национальный стандарт для Российской Федерации. Вот этот будет действовать на территории Российской Федерации. Они как бы, ой-ой-ой, они одинаковые, как бы, по названию, да, но вот этот будет действовать на территории России, а вот этот в странах СНГ. Если есть вот эта вот пометочка. Если этой пометочки нет, он просто один, и национального мы еще не приняли. Он у нас еще действует. То же самое, как у нас, вот с нашими библиографическими ГОСТами. Был у нас один ГОСТ, да, 2003 года, а потом новый сделали. Но новый имеет статус национального стандарта, и он действует только на территории Российской Федерации. А на территории стран СНГ действует вот этот. Мы им не пользуемся, потому что его применение отменено, да, в Российской Федерации. То есть вот обращайте на это внимание просто, на статус. Если вот так написано в библиографической записи заголовок, он межгосударственный стандарт, но у нас национального не принято стандарта нового, значит, мы им спокойно, никаких пометочек нет, мы им спокойно, смело можем пользоваться. Где еще можно посмотреть вот эти вот пометочки? Вот они. Применение в качестве прекращено, все, мы его не используем на территории Российской Федерации. Вот вместо действующей, вместо него мы спокойно смотрим. Вот он ресурс, где все эти госты живут. Вот он ресурс, где все эти госты живут. Очень рекомендуем пользоваться консорциум кодекс. Они очень оперативно вот эти пометочки по статусам размещают. И если он прекращен, можно вот посмотреть текст, статус. Вот он все прям подробно описывает, что когда было принято, когда было прекращено. Да, вот он. И текст вот можно посмотреть. И вот если зелененький значок есть, действующий даже на межгосударственном стандарте смело, спокойно используем. Здесь я сверяю вот эту нашу подборку с консорциум кодекса, стараюсь оперативно это все сюда переносить. По математическим обозначениям, Лира, есть такой гост. Сейчас я вам скажу. Вот здесь, посмотрите, было, было по... Был такой гост, не знаю, внеслись сюда его или нет. Да, по формулам. По формулам там было. Надо будет посмотреть здесь. Если не найдете, вы мне скажите, я его туда дополню. Я точно помню, что у нас в списке у нас был, ну, вот такое вот у нас счастье гостотепки. Вот все госты сюда собираем. Да, сюда, может быть, еще не перенесли. Где их можно найти? Ссылочку коллеги спрашивали, где? Вот, а это все в открытом доступе. Можно вот этой подборкой спокойно пользоваться, давать студентам, коллегам. Пожалуйста, заходите, используйте в работе, давать ссылки, куда угодно вставлять. Ради бога, все для вас. Все госты. Просто я делала для себя, но потом поделилась с коллегами, поняла, что это удобно, когда все госты в одном месте, и можно отсюда посмотреть, открыть, и в новых вкладках, ну, это удобно, да, не прямо здесь. По математическим, Лир, по математическим обозначениям вы мне напомните, пожалуйста, в конце вебинара или в группу к нам напишите, пожалуйста, про математические. Здесь сначала посмотрите. Если не найдете, я сейчас просто уже не буду отвлекаться. Вернемся к нашей теме. Было там про формулы, про различные, что-то такое у нас было. И я вам тогда сюда его тоже довставлю, дополню. Ну, вот такая, вот здесь надо посмотреть по номерам. Здесь что-то одно из последних. У нас было даже обозначение время, даты. Там тоже было. Прямо отдельные госты. И самые основные госты, которыми мы пользуемся, вот из нашей левой, левой, да, библиографической части, это библиографическая запись, библиографическое описание для оформления списков и источников и библиографическая ссылка для оформления, соответственно, ссылок в тексте. Вот два госта, которыми мы пользуемся. Ну, соответственно, в странах СНГ это межгосударственный стандарт, остается 2003, будем условно его так называть, да, и гост 2018, это новый, который на территории России уже действует. Чем отличается один от другого, это мы подробно тоже с вами разбирали. Ну, вот, коллеги, с 1 июля 19-го, аж 19-го года национальный стандарт у нас по библиографическим записям и описаниям был принят. Вот и мы и должны руководствоваться в нашей деятельности. Чем он отличается так? Вот, тут, я думаю, что-то у меня не все, неужто не все на слайд влезло, оказывается, он у нас был широко открыт. Что нового в ГОСТе 2018-го появилось? Очень кратко напоминаю статус национального стандарта. Расширился раздел терминологии, это третий раздел в ГОСТе. Появилась очень хорошая такая подборка терминов с их раскрытием, да, стало очень понятно, очень легко им пользоваться. Если в старых ГОСТах в основном основные термины СМЭ и пошло перечисление ГОСТов, на которые он ссылается, других, то здесь очень понятно, очень мятно и достаточно много написано терминов. Появились новые термины, особенно, что касается электронных ресурсов. Да, добавились электронные ресурсы, поэтому взамен вот того ГОСТа, который у нас по электронным ресурсам 2001-го года уже давно устарел и перестал действовать, можно вот здесь найти массу ответов на вопросы. В основном про удаленные ресурсы, сетевого распространения, как они теперь называются, то, чего в старом ГОСТе не было. Вот 2001-го года он действительно устарел, поэтому пришлось его отменять. Области описания. Поменялся состав структуры и порядок следований некоторых областей элементов, хотя в общей структуре практически все осталось так, как было. Но некоторые особенности есть. И про них мы тоже подробно разбирали, отдельно по ГОСТу 2018 проходили с вами на вебинарах. И сокращение, минимизация сокращений стараемся писать полностью. То, что сокращалось, города точно уж пишем полностью, не Москва, не Санкт-Петербург, мы не сокращаем, мы пишем все, место издания пишем полностью. Марина Якимова, рада вас приветствовать. ГОСТы УДК ГРНТИ представлять имеется в виду где? На вебинаре точно нет, мы просто не успеем. А если, где представлять? Напишите, пожалуйста, что имелось в виду. И с чего начинается наша работа с ГОСТом, когда мы ищем ответы на возникшие вопросы по библиографическим, например, описаниям для списка источников. Но первое, что мы делаем, куда бросает взгляд студента, иногда и автор статьи, и преподаватель, это последняя часть ГОСТа, образцы. Там, где представлены образцы. Ну, казалось бы, да, а что мне этот ГОСТ читать, там голову ломать? Я вот найду и по образу подобию создам свое и накидаю. Все это, конечно, очень здорово. Ну, вот, например, у нас есть статья из сборника конференции, которая прошла там где-то в Хабаровске в каком-то году, в какие-то даты. Ну, открываю образцы, вот вижу, ага, статья из монографического издания. Смотрю, а, вот, похоже. Ага, какой-то там, вот, материалы конференции. У меня материалы конференции. Все, беру, делаю. Ровно так же, как написано здесь. Не задаваясь вопросом, что за источник у меня в руках, где опубликована моя статья, или у меня на экране. Что за источник приведен в образце? Иначе мы сделаем просто корявенько и неправильно. А разница вот в чём. Может быть. Тот пример, который был приведен в образце, это одночасный документ. Это не многочасный документ. Вот смотрите, термины нам необходимы. Есть небольшой набор терминов, в которых хорошо бы ориентироваться, которые хорошо бы понимать, о чём идёт речь. И там сборник, и тут сборник. Тут материалы конференции, и здесь сборник докладов конференции. Ну, по сути, тоже материалы конференции. Но они отличаются, они разные. Вот эта книжка, если так совсем упрощённо говорить, одночасный документ. Он вышел к этой конференции, и всё. А здесь, смотрите, выпуск. А если есть ещё название какой-то серии, то есть это уже не одночасный, это уже многочасный документ, ресурс. И в оформлении они будут отличаться. А вот этот выпуск нам куда писать? А вот в образце этого не было. А куда писать вот это? А мы помним, что с титульного листа и с оборота титульного листа информация, которая нам нужна для составления библиографического описания. А вот это как написать? А вот этого здесь нет. И в образце этого здесь нет. И куда писать, непонятно. И вот мы начинаем что-то придумывать. Смотрите в гости. А где там смотреть? В каком разделе? Так вот, для того, чтобы найти ответы на вопросы, нам нужно сделать 6 таких простых шагов, из которых 3-4 даже нам важны. Первые 4 – такой небольшой алгоритм, который мы со студентами на практике составили вместе. Сначала нужно определить тип ресурса, на который делаем описание. Ну, во-первых, это ресурс целиком или составная часть. У нас статья из сборника. То есть нам нужно в первую очередь посмотреть все, что касается составной части, статьи из сборника. А потом мы смотрим, что за ресурс. И помните, у нас описание составной части ресурса, оно состоит из двух частей, которые разделяются двумя косыми черточками. Вот по двум косым черточкам мы понимаем, что перед нами описание составной части ресурса. Вот здесь будет статья, информация о статье, а вот здесь будет информация об источнике, откуда эта статья взята. И вот эта вот вторая часть нам нужна будет для описания вот этой части на сам источник. Здесь это немножко попроще, а вот здесь уже будет посложнее. И вот здесь мы уже должны... Вот этот вот вопрос нам нужен для того, чтобы понять, будет у нас вот такая штучка, будут у нас две косые черточки, или у нас будет просто описание на книгу, и мы не мучаемся. А вот второй вопрос для нас с вами важен. И вот здесь мы уже должны определить, что это за ресурс. Это одночастный или это многочастный? Это сериальный? А если сериальный, то какой? Это периодически, продолжающийся, монографический. Страшно, да? А еще есть комбинированные, есть еще комплектные ресурсы. Страшно выглядеть, да? Вот по многочастным ресурсам у нас тоже был отдельный вебинар, у нас там прямо схемку мы с вами рисовали, рассматривали. Вот это деление на разные типы ресурсов. А как понять, какой ресурс перед нами? А вот для этого нужно знать структуру самого ГОСТа, которую я вам сейчас покажу. И вот после того, как мы ответили на эти два вопроса, мы можем уже определить, перейти к третьему вопросу и определить, какой раздел или какие разделы ГОСТа нам нужны. И какой из этих разделов мы смотрим в первую очередь, а куда нам потом пойти. То есть смотрите, мы еще не приступили к составлению самого описания или к быстрому написанию ответа на вопрос. Мы определяем путь, по которому мы пойдем. Но вот эта вот схема, она для каждого источника, мы эти шаги все равно проходим. Это позволяет нам не метаться в поисках по ГОСТу и приходить к тому, что я ничего не могу найти или находим, но не то. Четвертый шаг. Находим нужный раздел, изучаем, просматриваем, ищем ответы на вопросы и при необходимости смотрим другие разделы. Ну и если есть отсылки к другим ГОСТам, то к ним мы переходим. Если в самом этом нашем ГОСТе мы не нашли ответа на вопросы, нужно что-то уточнить. Например, в части заголовков. Вот тогда мы и идем в другие ГОСТы. Если есть отсылки, мы по ним переходим. А начинать с просмотра образцов описания в самом ГОСТе, с последней части, с приложений, можно, и это хорошо, если мы хорошо ориентируемся и знаем структуру библиографического описания и библиографической записи. Библиотекари, библиографы, они, те, кто с этим постоянно имеет дело, мы можем сначала посмотреть в образцах, а потом мы быстро сориентируемся, где недостающие вещи нам досмотреть в ГОСТе. Когда же мы не являемся специалистами, то нам нужно сначала сориентироваться в самом ГОСТе. Вот для этого нам поможет понимание структуры ГОСТа. Вот на примере ГОСТа 2018. Первое положение у всех ГОСТов одинаковое, поэтому я их сюда не включаю. Первое – это общее положение, области применения, где применяется этот ГОСТ. Второй раздел, как правило, нормативные ГОСТы, которые нормативные ссылки, которые цитировались в этом ГОСТе, на которые он ссылается, на основе которых он разрабатывался. Нам в помощь. Ну вот, если… Шестой шаг, да, на который даются отсылки. Вот эти отсылки в самом ГОСТе даются как раз вот из второго раздела. И третий раздел – это термины. И вот в ГОСТе 2018 терминология очень хорошо представлена. А дальше здесь идет вот такая структура. Общее положение – это все, что касается библиографических описаний и библиографической записи вообще. И вот этот ответ на вопрос, что такое одночасное, что такое многочасное, что такое одноуровневое, многоуровневое описание, что такое сериальное, монографические и прочие ресурсы, вот этот второй вопрос, он как раз вот здесь и находится. В терминологии в третьем разделе и вот в третьем разделе термины и в четвертом – общее положение. Ой, сложно писать на онлайн-доске. В терминах и в общих положениях. Открыли, посмотрели, что такое сериальное, открыли, посмотрели термины, там написано, и нам сразу становится понятно, наш источник к этому не подходит или не подходит. Общее положение – это все, что касается языка, можно ли пропускать элементы, структуры областей и много-много-много другое. А дальше пошли 5, 6, 7 разделы. Вот всего три таких основных раздела. Одноуровневое библиографическое описание – это то, что касается одночасных документ, ресурсов в основном, книг, но не только их. Есть еще многоуровневые библиографические описания. Так вот, если у нас многочастный документ, мы будем смотреть сначала вот здесь. Очень много здесь идет о многотомниках, об отдельном томе из многотомного издания. В шестом разделе очень много написано. Но на многочастный ресурс, который состоит, ну как многотомник, это многочастный же ресурс, можно делать и многоуровневый, и можно делать одноуровневое описание. И очень часто от шестого раздела идет отсылочка к пятому. А можно сделать вот по правилам, на отдельный том из многотомника, например, можно сделать по правилам одноуровневого описания. И вот здесь по структуре библиографического описания, прям подразделы они так и выстроены. По областям, по элементам. И если мы знаем структуру библиографического описания, ну как знаем, есть шпаргалка перед глазами, и я понимаю, что куда относится. Я просто открываю пятый раздел и пролистываю ровно до того места, которое мне вызвало затруднение. И смотрю уже в ночь. И седьмой раздел библиографического описания составной части ресурса. Это как раз статья, кусочек от чего-то большого. Статья из сборника, статья из журнала, видеоурок из электронного курса, статья сайта, страница сайта. Вот это все относится к седьмому разделу. Ну вот примерно как выглядит второй раздел. Здесь я вам тоже пример привожу. И вот по отсылкам. Как знаю структуру ГОСТа, можно это использовать. Вот у нас, мы говорили с вами, что мы делаем описание для статьи из сборника докладов. Статья из сборника докладов. Это у нас ресурс какой? Составная часть ресурса. Статья из сборника. Здесь сборник, вот здесь статья. И разделяются они двумя косыми черточками. Всю информацию для статьи. Значит, у нас составная часть ресурса, кусочек из целого. И нам нужен какой раздел посмотреть. С какого раздела мы начнем. А вот с этого, седьмого, составная часть ресурса. Сначала мы идем туда. Вот мы пришли туда. Мы читаем. Составили на первую часть. Все замечательно. Про статью мы информацию собрали. А теперь нам надо составить описание на тот сборник, в котором она помещена. И вот, например, пример отсылки внутри самого ГОСТа. Например, вот этот пункт мы читаем. Помещена в выпуске. А, выпуск у нас есть. Номеры, то области, элементы, относящиеся к идентифицирующему ресурсу. А это идентифицирующие ресурсы. Это все, что за двумя косыми черточками про сам сборник идет. Вот его называют идентифицирующим ресурсом. Приводят по 6.3. Исключение составляют следующие элементы описания. Ага, значит, здесь есть какое-то правило, которое находится вот здесь, по этому адресу. Но есть еще и исключение. Какие-то элементы приводятся в указанной последовательности. И дальше пошла последовательность. Значит, при составлении географического описания на вот эту статью, когда мы составляем описание идентифицирующего ресурса, за двумя косыми черточками, про сам сборник говорим, нам понадобятся вот эти два пункта. Что такое 6.3? А вот смотрим. Помните, у нас был раздел 6? Многоуровневое описание. Библиографическое описание сериального ресурса. И вот они пошли правила. И здесь вот как раз нам их нужно посмотреть. Что, зачем следует. Здесь есть примеры. Вот мы по этим правилам и смотрим. Но у нас есть исключение. Значит, этот пункт нам тоже понадобится. Мы смотрим, что, зачем пишется, какими знаками отделяется. То, что отличается вот от этих правил, которые находятся здесь. Вот вам, пожалуйста, уже мы поработали с ГОСТом. И в одном описании, как минимум, к двум разделам нам пришлось обращаться. Что важно для того, чтобы нам с ГОСТами хорошо работать. Понимание определения понятий и знания терминологии. Не обязательно наизусть, но хотя бы подсказку, шпаргалку где-то в методичке или у себя нужно сделать. Видите, мы сколько сейчас терминов с вами уже использовали. Одночастный ресурс, многочастный. В сериальный, продолжающийся, периодически, идентифицирующий ресурс, многоуровневое, одноуровневое описание. Как в этом всем разобраться? Одночастный ресурс, одноуровневое описание. Многочастный ресурс, многоуровневое описание. Но есть и свои исключения, особенно для многочастных ресурсов. Чтобы для себя составить такую шпаргалку, чтобы понимать, о чем идет речь. Потому что весь ГОСТ, он построен на этих терминах. Если мы их не знаем, действительно, это будет страшно. На самом деле, все очень просто. Они просто так называются страшно, а на самом деле они совсем даже не страшны. Структура ГОСТа. Что, зачем следует, с каких разделов состоит. И, соответственно, тогда нам легче искать. Такой навигатор под рукой хорошо бы иметь. Структура библиографического описания. Вот то, что я вам говорила. Любое библиографическое описание, библиографическая запись, они состоят из набора областей, внутри которых собираются свои элементы. И вот эта структура, она одна, она не разрушается. И из нее же, кстати, строятся и библиографические ссылки. Они все расположены друг за другом, как вагончики в поезде. Вот они прицеплены, и все. По-другому их никак нельзя поменять местами, в отличие от вагончиков поезда. Они каждый на своем месте. И говорим ли мы об одноуровневых или многоуровневых описаниях для отдельной книжки или для всего многотомного издания, для журналов, для сериальных изданий, продолжающихся. Внутри они строятся по структуре библиографического описания. Начинается все с основного заглавия, сведения, относящиеся к заглавию об ответственности, и дальше, дальше, дальше. Пошли мы к многоуровневому описанию. То же самое. То есть они идут по структуре библиографического описания. Очень хорошо ее иметь, такую схемку у себя под рукой. Я тоже вам давала слайды, там было много у нас таких. И подробно мы разбирали эту структуру, и прям целиком я ее вам давала по областям, чтобы хотя бы ориентироваться. Вот это понимание, какая область и какой идет, оно помогает очень быстро сориентироваться, где посмотреть в гости. Даже если вы его просто листаете, это легче сделать. И обязательно у нас должен быть источник, с которым мы работаем. Титульный лист, оборот титульного листа, содержание текста, составной части ресурса, это в основном для статей, для глав, параграф, отдельных элементов. То, что раньше называлось аналитической библиографической записи, или сейчас называется составной частью ресурса, кусочек от целого. Вот тогда нам легко, более легко, более легче, скажем так, и сориентироваться в гости, и найти, и составить описание. Ну и, конечно же, методичка под рукой, та, которую вам рекомендовали для оформления вашей работы. Они в разных вузах, в разных учебных заведениях, они могут отличаться. Поэтому сначала смотрим в методичку, а потом уже идем в ГОСТ. Ну, это вот такая экипировка, знаете, как у альпинистов, которая помогает нам забраться на гору. И по разделам. ГОСТ 2003-2018. Вот структура у них, основная структура, она одинаковая. Видите, даже название совпадает. Вот тоже такую табличку я вам сделала, сравнение. Вот только отличается название седьмого раздела. Библиографическое описание составной части ресурса, а раньше это называлось аналитическое библиографическое описание. Но различия есть, поэтому иногда вы можете, там, в старой методичке у вас будет написано вот так, аналитическое описание, чтобы вы понимали, что речь идет о составной части ресурса. А внутри речь идет об одном и том же. Статья из, глава из книги, страница сайта. Кусочек от целого. Многоуровневое – это в основном продолжающееся издание, сборники, вот как у нас был сборник в выпусках, в сериях. Периодические журналы, они тоже относятся сюда. Это тоже многоуровневое сериальное издание, но периодическое. Значит, мы будем смотреть, если у нас статья сначала седьмой раздел, потом шестой раздел, и если есть отсылки по общим правилам одноуровневых описаний, или на данное издание можно сделать описание по правилам одноуровневого библиографического описания. Это значит, мы идем еще в пятый раздел, смотрим там. Ну вот, все эти пять вопросов мы с вами, собственно говоря, и прошли. Раздел семь, так как у нас статья из сборника конференции. Раздел шесть, потому что это сборник, и у нас был выпуск, продолжающий сериальное издание, по крайней мере. И если есть отсылки, то тогда мы идем к одноуровневому описанию, смотрим, какие правила здесь тоже могут быть применимы. Например, вот, помните, у нас на титульном листе, сейчас я попробую вам показать этот слайд. Вот, видите, у нас написано, вот, куда это нам записать? Это место и дата проведения конференции. А как нам ее записать? А только через запятую или скобочки тоже надо ставить? А в какое место ее записать? Вот эти все ответы на эти вопросы, или выпуск, а куда его записать? Так вот, где написать выпуск четвертый, это мы смотрим вот здесь, в шестом разделе. Про сериальные издания, продолжающиеся. А вот куда записать место и дату проведения преференции, вот это можно посмотреть в пятом разделе, в одноуровневых описаниях. Там есть ответ на этот вопрос. Там есть два варианта, как это может быть записано. Вот, вот такая история с ГОСТом. Поэтому вот эти вот шесть шагов, ну, четыре из них обязательные, да, это то, что помогает нам сориентироваться. Мы с вами посмотрели на примере одного даже описания, как это можно сделать, каким разделом. Может быть, мы все ответы найдем в одном разделе, и нам не надо будет заглядывать в остальные. А может быть, и не найдем, тогда придется. Помимо этого, возвращаясь еще к сравнению ГОСТов 2003-2018, вот мы хоть и посмотрели, что по названиям-то они вроде бы совпадают, названия разделов, но внутри отличаются. Вот видите, шестой раздел у нас совпадает. А вот здесь уже нет. Раздел 6.1 просто многоуровневое библиографическое описание. А здесь более конкретно названо. Структура, состав этого описания. Многотомного документа. А здесь он называется уже более правильно, скажем, более понаучно. Многочастного монографического ресурса. Это многотомный документ. Многотомный ресурс. 6.3 посвящен вопросам сериальных ресурсов. А здесь видите, как сериальных и других продолжающихся ресурсов. Сериальные ресурсы включают в себя и продолжающиеся, и периодические, и много чего еще. И вот мы уже понимаем, по внутренней структуре этого раздела, куда смотреть. Он уже большой. Если у нас сериальный ресурс, то мы будем смотреть только вот этот раздел. А вот это нам не пригодится. Вот это может быть для поиска ответов на какие-то более общие вопросы. Вот вам, пожалуйста. И внутри нумерация пунктов может не совпадать. Она не будет совпадать. Очень многое изменилось внутри самих вот этих двух ГОСТов. И, коллеги, сейчас вам покажу еще одну штуку. Я ее как-то показывала на вебинаре. Я ее покажу еще раз. Вот ее я вам укрупню. Так. Ага. Все, поняла. У нас вот... Вот он. Потеряла листик. Вот. Такой ГОСТа-навигатор. Как-то я его уже тоже давала для скачения. Я его вам сейчас открою. Давайте. Можно скачать. Тоже начала делать такую вещь. Очень здорово помогает сориентироваться внутри самого ГОСТа. Если... Ну, вопрос – это условное название. Если у меня возникает вопрос. Например, связанный с предписанной пунктуацией. А почему здесь двоеточие отделяется пробелом или не отделяется? А когда надо отделять? А как писать после него? С большой или с маленькой буквы? Вот. Предписанная пунктуация. Ага. Вот он, вопрос у меня лежит. Вот я смотрю. Здесь я расписала уточнение, что сюда включается. Да? Вот этот большой вопрос. Причем из разных разделов ГОСТа. Вот, например, области библиографического описания. Это в четвертом и в пятом разделе. И вот я их вам сюда тоже прямо записываю, в каком разделе ГОСТа искать. Причем в 2018 и в 2003. Ну, такой сравнительный анализ двух ГОСТов, где чего находится. Предписанная пунктуация. Вот в ГОСТе 2018 это 4,6 пункт, а в ГОСТе 2003 4,7. Видите, они отличаются. Таблица знаков и точка в конце описания. Как она ставится, что вот есть правило, да, все описание заканчивается на точку. Это все в пункте 4,6,1, а в ГОСТе 2003 4,7,1. Они уже отличаются. Или вот, например, некоторых вообще может не быть. Да? И вот видите, уже разные пункты. Где это можно найти? По двум ГОСТам. Я вам такую шпаргалку сделала, такой ГОСТ-навигатор. И вот он у нас на три листочка получился. Прямо по разделам. Что можно найти в общем разделе? Вот оно расписано. Что можно найти в одноуровневом описании? Вот они вопросы, чтобы быстро найти, перейти к пункту ГОСТа. И тогда вам меньше листать, вам легче сориентироваться вот по этой подсказке. Такая рабочая таблица, по которой мы можем уже в самом ГОСТе найти нужные пункты, посмотреть и найти ответ на вопросы. Но если сереньким выделено, значит, этих пунктов вообще в этом ГОСТе нет. Не существует. Либо уже нет, либо еще не было. Например, область видосодержания средства доступа – это новая область, поэтому, соответственно, старому ГОСТу ее нет. Вот по четвертому и пятому разделам я вам сделала полностью такую роспись. А вот шестой и седьмой – заготовочка. Основные элементы, они вынесены сюда, ну, как основные вопросы. А вот эту часть уже можете попробовать сделать самостоятельно, если необходимо. Ну, вот приложите руку, сделайте полудомник для себя. Так что, если кому нужен такой шаблончик, забирайте. Он в скачивании есть, этот файлик. Скачивайте из вкладки файлы. И в нашу группу я тоже вам этот файлик тоже размещу, чтобы можно было к нему обратиться, если это необходимо скачать и пользоваться. Так что забирайте, пользуйтесь. Можете переделывать его под себя. Это просто один из вариантов, который можно применить. Ну, можно не только в вордовском файлике подумать, как это удобнее. Может, в виде презентации, может быть, что-то интерактивное сделаете. Только потом покажите, что у вас получилось. Это очень здорово. На самом деле, вот такая вот штука, она позволяет научиться не бояться ГОСТа, вот этот навигатор, да, и быстрее находить ответы на вопросы. Ага, у меня вопрос связан со знаками. Что у меня там есть про знаки? И вот мы пошли. Еще у меня такой файлик был по электронным ресурсам. Вот особенности ГОСТа в том, что у них нет, в 2018 точно нет, вот такого раздела, да, электронные ресурсы. И вот все про описание библиографических электронных ресурсов. Они прошиты внутри структуры. То есть сначала рассказывается про там область издания или области выходных данных, а в конце, вот идет информация про конкретную область, и в конце, как описывается эта область для электронного ресурса. Не очень может быть удобно, если мы ищем информацию именно по электронным ресурсам. Да, приходится очень много листать. И я вот такую выборку делала. Если нужно будет, вы мне в чат тоже просигнализируйте. Я вам этот файлик в группу загружу, тоже можно. Но он не так красиво сделан, там просто списком по пунктам. Но уж вставить в табличку, я думаю, вторую табличку сами сможете нарисовать. Но выборку я вам уже сделала. Это на самом деле убыстряет работу по поиску ответов внутри самого ГОСТа. Ага, Марина Пиловарова нужна. Хорошо, размещу. Найду этот файлик тайный и размещу. По ГОСТу 2008 ссылка, с которой мы тоже очень часто имеем дело. Очень часто. Первые три раздела в структуре ГОСТа те же самые. Области применения, нормативные ссылки на какие другие ГОСТы он ссылается. И третий раздел терминологии. Но там он совсем малюсенький, малюсенький. Не как в 18-м. Красиво расписанный. Но тем не менее есть. И вот самые важные для нас разделы. Общие положения. Какие виды ссылок существуют. На что мы делаем ссылки. Заимствования прямые, косвенные, непрямые. Какие типы виды ссылок по местоположению, по полноте. Комплексные или одиночные. Вот это все расписано в общих положениях. А дальше идет по типу ссылки. Внутритекстовая, подстрочная, затекстовая. Чаще всего используется в наших работах, особенно студенческих. Это подстрочная и затекстовая. Это чаще у магистров и в статьях. Поэтому, опять же, два вопроса. Что мы ищем и где искать? Вот сначала мы определяем, что мы ищем. У нас подстрочные в требованиях, методичках написаны. Или затекстовые. Или внутритекстовые. Такое тоже еще можно. В зависимости от этого мы открываем ГОС-2008. Имея в виду общее положение, мы находим нужный раздел. Но общее положение нам нужно, если какое-то непонятное слово здесь попадется, посмотреть здесь и в терминах. Открываем. У нас подстрочные в требованиях. Отлично. Значит, нам понадобится в первую очередь раздел 6. Второй вопрос. Мы уточняем. А какая у нас эта ссылка? Первичная? Она первый раз в тексте встретилась. Повторная? Или это комплексная? Когда на несколько источников мы можем дать одну ссылку. А как их оформить? А в каком случае их можно? Тогда мы смотрим 8-9 раздел. Вот комплексная библиографическая ссылка – это то, что введение к курсовым, к дипломным проектам обзор изученной литературы или обзор научной литературы по тематике, степень научной разработанности темы. И вот когда мы пишем, кто что написал по этому вопросу, мы делаем комплексную библиографическую ссылку. В образцах в методичке она может быть, например, приведена, но без нюансов и без объяснений. А ее можно оформить несколькими способами, несколькими вариантами. Как это сделать? Ага, встретилась нам эта ссылка. Мы идем смотрим раздел комплексной библиографической ссылки, смотрим, как ее оформить. Так вот, вот здесь двойная такая структура. Если вот здесь, в разделе 5, 6, 7, речь идет только об одном из этих трех видов ссылок. Все про подстрочные, все нюансы и варианты, как может быть оформлена подстрочная ссылка. Все нюансы про затекстовые, но в основном про первичные. А вот внутри вот этих разделов повторная, комплексная ссылки на электронные ресурсы. Вот здесь у нас появился прям отдельный раздел. Спасибо ГОСТу 2008. Ну хотя там много устаревших вещей, но тем не менее хотя бы структуру мы отсюда можем подчеркнуть. И есть важная вещь, ссылки на архивные документы. В ГОСТе 2018 нет про архивные документы. Как составлять библиографическое описание? Недавно мы с этим вопросом столкнулись. Коллеги спрашивали, как составить. И вот на основании ГОСТа 2008 набросали схему, как можно сделать, если из библиографического описания можно сделать библиографическую ссылку, то из библиографической ссылки можно сделать библиографическое описание. Это такой процесс двусторонний. И вот здесь нашли информацию, и по ней сделали библиографическое описание. Такое тоже может быть. Ну вот, имейте в виду, что про архивные документы в этом ГОСТе, про ссылки есть, но, зная структуру описания и библиографической записи, мы можем их превратить в библиографическое описание. Тогда нам еще ГОСТ 2018 понадобится. И вот здесь структура немножко другая. Здесь уже идет вот таким образом. Про повторную ссылку. Вот у нас раздел 8. Повторная библиографическая ссылка. Сначала идет объяснение пункта, что такое повторная ссылка, как она оформляется, какие есть нюансы, какие есть ограничения, какие есть возможности. Вот подробно все расписывается. А потом, конечно же, образцы и примеры. Оформлены они вот в таком виде. Сначала, видите, все по структуре ГОСТа. Внутритекстовая, подстрочная, затекстовая. И вот они как бы перемещаются внутрь вот этого раздела. В примерах, внутритекстовые сначала идет. Вот так выглядит первичная ссылка. А вот так же могут быть оформлены подстрочные. На русском или на странном языке. Подстрочные ссылки. Вот они пошли примеры. Затекстовые ссылки. Вот первичная, а вот пошла повторное объяснение. Это объяснение того текста, который дан выше. Пункта. Вот так по каждому пункту идут образцы. Поэтому нам важно не только посмотреть сам образец, но и прочитать вообще, к какому пункту он относится. И они расположены именно в этой последовательности. Сначала все про внутритекстовый, потом подстрочный, потом затекстовый. Для того, чтобы нам легче было в ГОСТе найти нужный нам пункт. Да и нужный пример. К примерам, пункты обязательно читайте. То же самое представление информации и в образцах. Также есть приложение к ГОСТу. И там тоже идут первичные библиографические ссылки, внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. И вот пример. Повторные библиографические ссылки, внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Потом у нас идут комплексные библиографические ссылки и та же самая структура. Лави. Немножко, вернее, кардинально отличается от ГОСТа 2018. Там по структуре библиографического описания. И сначала про отдельные документы, а потом про сериальные ресурсы, про многотомники. И в конце седьмой раздел – это про кусочки из целого. А здесь по видам ссылок. Внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. И так по всему ГОСТу. И внутри разделов они тоже так же выстроены. Вот это особенность структуры двух ГОСТов. Поэтому, зная, что мы ищем, какая у меня ссылка на первый раз встретилась в тексте, я буду смотреть первичные библиографические ссылки и подстрочные. В зависимости от того, что у меня в методичке написано, как оформляю. Или, так, у меня уже была ссылка на этот документ, надо сделать повторно. Они могут быть последовательные, могут быть непоследовательные. На разные статьи из одного журнала. И там тоже свои нюансы. Я открываю повторные ссылки и смотрю. У меня как-то подстрочные. Ага, нахожу, смотрю. И выбираю уже нужный кусочек из этого ГОСТа. Ещё один ГОСТ, которому мы можем... Это вот два основных таких ГОСТа, с которыми мы сталкиваемся. Но есть ещё заголовок. Библиографическая запись заголовок, общие требования правил составления. Заголовками тоже могут быть нюансы. А если у меня... Антуанда Сент-Экзюпери. Вот как мне его написать в заголовке. А что такое заголовок? А заголовок во всех предыдущих ГОСТах не разбираются вопросы. Там просто написано, что... СМГОСТ 782000. И всё, пошли со мной ГОСТ 782000. Вот он отдельный... По этому ГОСТу у нас тоже был прям отдельный вебинар. Мы смотрели подробно, что там можно найти. Какова структура этого ГОСТа? Точно так же первые три части опускаем. Они идентичны у всех. Общие положения, что такое заголовок, какие виды заголовков бывают, правила исключения и прочее, прочее. Как оформляется и немного чего ещё. А вот дальше с пятого по девятый по видам заголовков. Содержащие имя лица, наименование организации, унифицированное заголовье, обозначение документа, географическое название. А какой у меня заголовок? В моём примере. Если у меня, например, ГОСТ. А вот это всё, ответы на эти вопросы, даны в общих положениях. Там сказано, что каждый из этих видов заголовков обозначает, что сюда относятся, приведены примеры, и нам очень легко найти тогда. Там понимаем, что это такое. И вот дальше мы, соответственно, выбираем нужные разделы и смотрим все нюансы, что там написано про этот вид заголовка. У нас Антуан де Сент-Экзюпери. Куда мы пойдём? Это автор. Значит, заголовок, содержащий имя лица. Смотрим, какие правила написаны там. Но поэтому здесь, в общем-то, в принципе, просто, но ГОСТ очень небольшой, и, соответственно, все нюансы он туда не включает. Очень часто мы сталкиваемся, там какие-то частицы, артикли, особенно иностранные авторы. А что делать, если у нас, например, есть и автор псевдоним, и часть произведений он писал под псевдонимом, а часть произведений он писал под своим реальным именем. А какое указывает? Под псевдонимом или нет? А если просто Гомер? А если просто Аристотель? Какой там фамилия и инициалы? Их просто нет. А их как указывать? Частые вопросы произведений лиц духовного звания. Там очень много нюансов. Там царствующих особ. А с этим как быть? Они все есть в кости. И вот тогда нам на помощь приходят российские правила каталогизации. На них у нас тоже был отдельный вебинар, и мы прям по ним проходили по всем двум частям и делали акцент на первую часть. На первой части. Да, вот. На О или на Г. Ольга Веселова. Домашнее задание. Коллеги. Помогите Ольге. О Генри. На О или на Г. Ответ можно опубликовать будет в нашей группе «Библиография для небиблиографов». Домашнее задание на ГОСТ по заголовкам и правила российской каталогизации. Как с этими частицами быть? Где они рассматриваются? Вот это тоже важное. Это не ГОСТ, но в основном он для каталогизаторов. Ага, вот началось. Угадываем, угадываем. В основном они предназначены, естественно, правила каталогизации для каталогизаторов, но здесь есть важные вещи, которые могут быть полезны и для небиблиографов в том числе. Но эту страничку вам с сайта воспроизвожу. Кстати, вот они у нас тоже есть в нашей гастотеке. Там прям переход по частям. Помните, я вам показывала, там часть первая отдельно, часть вторая отдельно. Лебнетовский сайт Российской библиотечной ассоциации. Разработаны вот эти правила каталогизации. Правда, 2007 год, но тем не менее они до сих пор еще живы, действуют и работают. Ну и вот та структура, которую на сайте я вам показывала, она есть. Вот здесь она представлена тоже. то разделом. Пятый для нас не очень важен для библиографов. На нее пока не обращаем внимания. Библиотекарям и каталогизаторам может понадобиться и надобиться чаще всего. А для нас важно понимать, что мы можем здесь найти. Правила формирования библиографической записи. Вот если ГОСТ не дает ответ на какой-то вопрос, более частный, мы можем посмотреть здесь. Они могут содержаться ответы здесь. Одноуровневое описание, многоуровневое описание. Вот они различным разделом у нас с вами разнесены. И вот он, четвертый раздел, прям про заголовок, правила формирования заголовка. Потрясающая вещь, огромное количество примеров. И вот эту часть вы можете брать смело. Если в остальных нужно делать поправки на новый ГОСТ, соотносить с правилами нового ГОСТа, то здесь мы смело можем брать, здесь ничего не поменялось, и ГОСТ у нас остался тот же самый. И здесь вот все ваши ответы на вопросы О или Г, или как, а не псевдоним ли это? А не было ли у него реального имени? А может быть, это реальное имя, но у него был еще псевдоним, под которым он творит. То есть вот эти вот все вещи можно будет найти вот здесь, в четвертом разделе. Очень много. И про лиц духовного звания прям потрясающе расписано. Поэтому берите себе на вооружение прям вот этот российский правило каталогизации. Четвертый раздел вам в помощь. По второй части, вот эти части с 8 по 14, особенно что касается электронных ресурсов, это все немножко, скажем так, уже устаревает. Но вот 6, 7 и 15 тоже частные вопросы. Можно здесь найти ответы на вопросы. Книги и брошюры, особенно если брошюры у нас. Особенно 7 раздел, старопечатные издания. В новом ГОСТе есть, в качестве примеров, приведено по разным областям описания. Но такого вот общего, отдельного раздела там нет. Про архивные документы, вот в ГОСТе про ссылки. У нас там есть кусочек. А вот здесь более подробно про старопечатные издания можно найти. Но опять же, смотрите российские правила каталогизации, соотносите с новым ГОСТом, в 2018, с тем, чтобы там все-таки по старым правилам, примеры описаний приведены, самих описаний. Поэтому немножко нужно отформатировать. И сериальные и другие продолжающиеся ресурсы. Вот здесь тоже можно про сериальные ресурсы найти ответы. Про продолжающиеся, про периодические. Тоже имеет смысл заглядывать. Но опять же, в российские правила каталогизации идем тогда, когда в ГОСТе или в ГОСТах мы не нашли ответа на свой вопрос. Не знаем, как это сделать. Тогда идем сюда. Ноты, картографические материалы, изобразительные материалы. В ГОСТе 2018 очень хорошо и много про них расписано, подробно. Поэтому сначала смотрим в ГОСТе. Электронные ресурсы в основном локального доступа. Ну вот только тогда. Но остальное мы разбирали на отдельном вебинаре по российским правилам каталогизации. проходили по этой структуре. Поэтому можно будет тоже в записи вебинара посмотреть, если эта часть заинтересует. Ну и вот про заголовок. Видите? Вот мы раскрыли этот раздел 4. Там много глав. И вот они пошли главы, которые касаются... Они даже по буквам, они разделены по видам заголовков. Помните, у нас там было лицо, географическое положение, вид документа и так далее. Вот они здесь прямо так и собраны в том же порядке, как и в ГОСТе. И каждый из этих разделов начинается с одних... Одна и та же структура у него внутри. Форма структуры этих заголовков, идентифицирующие признаки. Вот как раз ваши... О, Генри... Сейчас скажу, вот она... Вот. Особенности приведения заголовки имен лиц различных народов. Вот сюда. Ну и идентифицирующие признаки это отец, мать, сын, дюма отец, дюма сын и другие. Их на самом деле очень много. И вот все особенности можно здесь посмотреть в зависимости от того, с каким вопросом вы столкнулись. Ну вот, коллеги, мы с вами и добрались до завершения нашего сегодняшнего вебинара. Основные вещи мы с вами посмотрели по ГОСТам. ГОСТ 2018 из чего он состоит, как в нем ориентироваться. ГОСТ 2008 российские правила каталогизации и ГОСТ про заголовок. Вот эти документы, ресурсы это те ресурсы, которые нам чаще всего и требуются, когда мы составляем библиографические описания или оформляем ссылки для наших письменных работ. Вот по их структуре мы сегодня с вами и прошлись. И наконец так открыла, да, навигатор я вам открыла, можно скачивать и в нашей группе я его тоже размещу. сейчас посмотрю по вопросам. Если в 20-м году Марина Ивахненко спрашивает, если в 20-м году вышел сборник материалов как одночасный, а в следующем организатор принимает решение о проведении ежегодной конференции с тем же названием, то как будет оформлено второй и последующий сборник? А не знаю. А не знаю. Это будет зависеть уже после того, как он выйдет. Конференция может быть ежегодной, но сборник каждой этой конференции может выходить как одночасный ресурс и оформляться как одночасный ресурс. Но если они выходят в томах, выпусках, есть серия, тогда уже мы их относим к многочастным ресурсам. Они могут меняться. Вообще это вот беда в сериальных ресурсах. Мы об этом тоже как-то говорили, что они могут менять свою периодичность в течение всего срока своей жизни. Здесь та же самая ситуация. Надо дождаться их выхода и тогда мы уже поймем, как их оформлять. Будут ли они продолжающиеся или это будет все-таки одночасный ресурс? продолжающиеся. Не всегда. Очень часто отдельные сборники материалов конференции выходят как одночасные ресурсы, относятся к ним. Но может быть и продолжающиеся. Поэтому здесь может поменять он свой статус. Это надо уже смотреть по выходу, по факту выхода самого сборника и по тому решению, как он будет оформляться и какое решение примет организатор по этому поводу. Будет ли он продолжающимся или просто одночасным. Продолжающиеся разные труды, материалы, записки, ученые записки по мере накопления материала и издается выпуск. Поэтому у них может быть не равномерное число выпусков в течение года, а может быть и равномерное. Вообще есть такая хорошая штука посмотреть, но он же как-то регистрируется. И если это сериальное издание, если оно продолжающееся, оно должно быть зарегистрировано. Это мы можем посмотреть на сайте, можно смотреть на сайтах самого издания этого сборника либо на сайте конференции в материалах, есть документы о регистрации. И вот там можно будет увидеть, тоже посмотреть. Вообще это частая история. В Е-лайбрере еще смотрите карточка журналов. Был у нас такой пример с курским журналом. У нас часто на вебинарах в качестве примера использовался журнал Курского университета. Так вот сейчас он выходит как электронный журнал. А раньше он выходил как печатное издание. А потом он имел печатную электронную версию, а теперь только в электронной версии. И вот какой он? Также менялось продолжающийся периодически. Поэтому когда вы составляете описание или на статью из журнала, в Е-лайбрере залезте, посмотрите, как на карточке журнала, какой у него статус, какая у него периодичность. Он продолжающийся периодически на данный момент. Ну и соотносите с годом выхода вашей статьи, потому что если статья вышла, например, в том же курском журнале в печатной версии и до 2011 года, он имел только печатную версию. Соответственно адрес URL мы туда поставить уже не можем. У него не было электронной версии. А вот после 2011 или 2012 года он уже зарегистрирован. И эти данные есть на сайте самого издания. Данные о регистрации. Там написано правильное его название, что называется электронный журнал, и он выходит только в электронной версии. Соответственно если мы составляем описание на статью, которая вышла после этого года уже в электронной версии, мы вот этот финт, не хватает у вас печатных изданий, слишком много электронных. Мы берем и выбираем часть с URL. Вроде бы как мы читали эту статью в журнале. Ага, но только после 2011 или 2012 года у него не отпечатная версия, но только в электронном виде. И вот здесь можно попасть в просад. Не дай бог, если еще в дистанционной комиссии кто-то из членов ГАК знает эту историю, и можно здесь иметь бледный вид. Как-то вы могли прочитать статью в печатном издании, если она выходит только в электронной версии. Это как вам удалось. Поэтому эти вещи нужно обязательно проверять. Поэтому здесь трудно сказать, Марина, как будет продолжающийся сериальное издание, это будет так и останется одночастным ресурсом. Если будут выпуски, если будут какие-то серии, то будет сериальный ресурс у нас точно. Будет ли он продолжающийся, если будут набирать туда. А если нет, то одночастным останется. Марина Якимова думаю, что эти ГОСы надо знать не библиографом, вдобавок к другим ГОСам по нашим темам. Некоторые не знают, что индексы положены по ГОСам и как их положено определять. Да, да. Про УДК, про ББК мы даже отдельно проводили вебинары и может быть какие-то вещи будут конечно добавляться. Есть в планах конечно все сразу охватить невозможно в две руки к сожалению коллеги. Но постепенно будем наращивать материал и что-то придумывать на эти темы. Ну вот коллеги подсказывают у нас уже про математические ГОСы. Да, 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 вот он. Скорее всего он. И коллеги полезные ссылки которые я вам обещала. Вот это гастотека записи всех вебинаров там видеотека вот по этой ссылочке можно будет найти это открытый ресурс bibliogram.ru вот здесь можно будет все найти. и наконец те кто спрашивал у меня про презентацию. Презентация да, это много всего где искать зарубежные источники зарубежные диссертации у нас тоже были вебинары по этим темам как искать где искать и вот сами ресурсы где это искать которых на вебинарах рассказывали они тоже в поискотеке есть поэтому если публикации западных журналов книги там можно найти порыскайте посмотрите все можно будет найти и презентация выложена вот здесь сейчас вам тоже очень кратенько просто покажу что это такое такая Оксана Рашевская Оксана спасибо интересного и веселого будет еще много летом сейчас немножко на каникулы недельку отдохну и потом приглашаю вас в нашу группу буду публиковать там разные еще интересные есть задумки игры квесты путешествия так что приходите весело скучно не будет точно про презентацию коллеги скажите пожалуйста слово презентации на экране видим то что я вам показываю есть вот ссылочка которую я вам чуть повыше разместила и я размещу ее еще в нашей группе вот это наши вот здесь я собираю презентацию ну пока по последним трем темам но они в открытом режиме можно смотреть вот они все выложены и про госты тоже здесь есть для вашего удобства я их вам разделила там хотя местами бывает два-три слайда но вам удобнее просто по вопросам искать да например нас интересует про заголовок открываем и вот здесь спокойно презентацию можно смотреть вот она все здесь представлены только смотрите здесь как бы она зациклена вот по точкам можно перемещаться она показывает на каком слайде вы находитесь либо вот либо вот так просто перелистывать на смартфонах тоже открывается тоже видно ну и вот либо просто так и вот переход на гостотеку здесь тоже есть и вот то что я вам говорила по искотеке гостотека и видеотека да вот здесь тоже ссылочки вот они с презентации тоже можно перейти открываются в новых вкладках поэтому вот эта главная страница она всегда у вас будет под рукой и к ней всегда можно вернуться ну вот вот такие вот три подарка вам с последних вебинаров я их вам здесь отдаю и файлик по навигатору я вам размещу уже размещу в нашей группе ссылка на презентацию сейчас я попробую так сейчас посмотрю нет открывается фух меня напугали открывается попробуйте просто забрать ссылку и зайти с другого устройства может быть с мобильных может быть не открыться надеюсь что все все должно открыться по ссылке открылось отлично и не волнуйтесь я еще раз в группе повторю ссылку и можно будет тогда если что-то какие-то трудности возникнут вы мне в личные сообщения в группе напишите я вам ой да все-все коллеги сейчас даю и я вам тогда помогу мы с вами вместе разберемся что там и ссылка на нашу группу про которую на которую ссылаюсь как говорится в гости пригласила а ссылку не дала адрес тот же самый только вконтакте пробив можно даже вконтакт просто зайти набрать библиография для небиблиографов и можно по поисковику будет найти ну вот летом там тоже интересности будем размещать сейчас поактивнее туда переберусь после работы поэтому приглашаю в гости приходите с июля начнем разные интересности там осваивать удочки ловить нужно да коллеги самое главное удочки подсказки шпаргалки а остальное вы поймаете а вот адрес еще есть вот здесь да вот эти адреса они на последнем слайде в презентации тоже есть я по-моему тоже вам там оставила можно в презентации будет посмотреть ну вот вроде бы и все на сегодняшний день впереди летние каникулы хотя до конца июня мы еще в учебном процессе но уже в предвкушении летнего отдыха не забываем про библиографию всех приглашают в нашу группу будет много интересного запланированного уже и не запланированного поэтому приходите пишите Лариса спасибо большое да вот и вам спасибо большое за вопрос про архивные материалы да уже так немножко сподвигло на появление нескольких идей всем коллеги хорошего отдыха всем хорошего настроения и на эти дни и наконец учебного года на все лето с нетерпением буду ждать новых встреч в сентябре мы с вами снова увидимся ну и не теряйтесь приходите в нашу группу вконтакте там тоже будем продолжать общение библиография она вечная и все время появляется что-то интересное и будем создавать новый новый контент новые интересные вебинары всем счастливо всем удачи и до новых встреч до новых встреч